Всем привет! Для сегодняшней самоделки потребуется небольшая горка радиодеталей и подходящий корпус. Весь монтаж будет произведен с помощью вот таких колодок. Сырлю под них отверстия и закрепляю. Колодки закрепляю винтами М3 к нижней части корпуса. И с помощью лепестков произвожу электрический монтаж согласно схеме. Отдельно стоит упомянуть о монтаже двухваттных резисторов. Все дело в том, что они будут греться. И для облегчения теплового режима мы сделаем для них небольшой радиатор. Для этого потребуется медная проволока, вода. Хорошенечко разогреваю. И быстро остужаю. Это необходимо для того, чтобы проволока стала более мягкой. И для того, чтобы удалить изоляцию. Остывшую проволоку наматываю на резистор. На корпус резистора. Таким хитроумным способом у меня получились радиаторы для резисторов. Конечно же, 100% отвода тепла они не обеспечат. Тем не менее, тепловой режим существенно будет облегчен. Радиатор, на который будет установлен тиристор, закрепляю через изоляционные прокладки. Для того, чтобы обеспечить электробезопасность устройства. Сразу же на радиатор устанавливаю и тиристор. Спустя некоторое время монтаж выглядит следующим образом. Из элементов, о которых я не упомянул, предохранитель. В принципе, его ставить не обязательно, но крайне желательно с целью электробезопасности. Обеспечение ее. Следующее, чем предстоит заняться, так это верхней крышкой корпуса. Закрепляю крышку на столике ЧПУ станка. После гравировки, для того, чтобы все надписи были более наглядными, выделяю их черной краской. Лицевая панель выглядит таким образом. Розетка, регулятор и выключатель. Внутреннее убранство выглядит вот так. Получилось довольно компактно. Собранное устройство представляет собой регулятор оборотов с поддержанием мощности, который в разы превосходит привычный для нас всех семисторный так называемый диммер. Стоит подчеркнуть, что ни один в мире семисторный или триисторный регулятор не способен полноценно поддерживать крутящий момент на валу электродвигателя. Особенно, если этот электродвигатель не снабжен так называемым таходатчиком. Тем не менее, частично это возможно. Частично сохранить крутящий момент при уменьшении оборотов. Этот небольшой прибор именно для этих целей и предназначен. В моем случае я изготавливал его специально для дремеля, поскольку штатный регулятор крайне неудобен и при низких оборотах вал двигателя можно остановить буквально рукой. Разумеется, в качестве нагрузки может быть практически любой электрический инструмент, имеющий, я подчеркну, коллекторный двигатель. могу утверждать, что с помощью этого прибора практически любую дрель можно превратить в практически полноценный шуруповерт. Также регулятор станет просто незаменимым в случае необходимости сверления отверстий большого диаметра, когда большие обороты просто неприемлемы. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку на пасаран. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok